Как известно, людей мы встречаем по одежке и, конечно же, по прическе. А мастер парикмахерского искусства Виктория Чичагуа не только встречает, но также провожает своих знакомых, внимательно оценивая их прической. Ведь по их красоте будут судить также и о самой Виктории, да и просто, чтобы порадоваться очередной творческой удаче. Скажите, пожалуйста, где вы учились парикмахерскому мастерству? Я заканчивала курсы в Одессе, в городе Одессе, незадолго до того, как я эмигрировала в Канаду. После этого, когда я приехала, я устроилась в салон ассистентом парикмахера, где, в общем-то, и постигала азы парикмахерского искусства, начиная с шампуа, краски и так далее. Я работала рядом с очень хорошими мастерами, Романа и Дина, которые, так сказать, дали мне основу всего этого. Я им очень благодарна. Ну и, конечно, самостоятельный труд и годы работы. И я вот таким образом, люди рядом со мной, которые мастера, все вместе. Долго вы уже работаете? Я вам скажу, где-то приблизительно, наверное, 16-17 лет. Практически с того момента, как я приехала в Канаду, я занялась этим очень серьезно. Я была готова к этому, я ехала, я хотела. Вот, и, да, 16-17 лет, вот так. А чем вы занимались до приезда в Канаду? До Канады я была преподавателем начальной школы. У меня образование было учитель начальной школы плюс школьная психология. Вот, я работала в школе. До приезда в Канаду это было 7 лет, как я проработала в школе. Вот, и с большим удовольствием теперь занимаюсь тем, чем я занимаюсь. По-вашему, что такое хорошая прическа? Что такое хорошая прическа? Ну, первое, я считаю, это то, с чем клиент себя чувствует хорошо. Я всегда люблю посмотреть на прическу уже после того, как прошло какое-то время, когда клиент пришел на следующий appointment. Вот, и плюс еще такой профессиональный момент. Очень часто люди приносят картинку и говорят, ну, сделай вот так. Я, конечно же, учитываю эту картинку, но я делаю таким образом, чтобы все пропорции головы, лица, структуры волос, плюс моя работа, сложились в эту картинку. На самом деле это могут быть совершенно разные приемы и методы, которые я использую, вот, чтобы это было красиво. Если я смотрю, и мне это нравится, это хорошая прическа. То есть я полагаюсь на свой вкус, на свои, как говорится, навыки, умения. И я пытаюсь делать красиво. И если я вижу улыбку на лице клиента, он доволен, он расслаблен, прическа хорошая. Мы сейчас находимся в арт-центре, куда вы нас пригласили, потому что... Да, мы сидим сейчас в помещении литературно-музыкальной гостиной «Удивительная кошка», в которой, так сказать, я могу вполне и в полной силе проявить свои творческие способности вот в качестве художника по прическам. И это, естественно, один из способов проявить свою творческую натуру, за что я очень благодарна за доверие, которое Лиля Скляр мне оказала в свое время и увидела это во мне. И я с большим удовольствием делаю прически на спектакли, на различные мероприятия. И иногда, глядя на эту работу, думаю о том, не хочу показаться нескромной, но тем не менее скажу, неужели это сделала я? И если я смотрю на эти вещи, они мне нравятся, я довольна. Наверное, творческий человек. То есть вы еще и актриса? Играю. Играю. Очень-очень приятный процесс, творческий процесс, постижение театрального искусства, вот, открытие новых вещей в самой себе, учеба. То есть я учусь очень многому, и, как так сказать, то есть очень здорово. Мне очень нравится это занятие и быть здесь. На этой сцене в ближайшее время что можно будет посмотреть? Спектакли, где вы будете играть, и прически, которые вы сделаете актером. Я думаю, что в ближайшее время не на этой сцене, а в York Woods Library будет показан, с моей точки зрения, очень интересный, один из самых сильных спектаклей, который, так сказать, готовится в «Удивительные кошки». Это «Астероид 3408». Это спектакль, который поставлен, создан Лилией Скляр на основе произведений узников ГУЛАГа. Очень интересный материал, не похоже ни на что другое. И не стоит бояться, что это очень серьезно, это очень грустно, это стоит посмотреть. И вот в этом спектакле 11 марта в York Woods Library будет возможность посмотреть на одну из граней моего парикмахерского искусства. Ну и, естественно, кому будет интересно и на те мои актерские работы, которым сегодня, так сказать, я уже пришла, научилась, стараюсь. Сейчас как вы воспринимаете ваш выбор, который вы сделали, когда приняли решение переехать в Канаду? Я говорю всегда про Канаду, моя любимая канадочка. И когда я это говорю, я имею в виду, что это так не только для меня, но и для многих людей, с которыми я уже успела повстречаться. Потому что человек может себя проявить в этой стране творчески и очень в разных, по-разному и в профессиональном плане, может быть самим собой. Хорошая страна, люблю страну, очень благодарна. И да, я, наверное, скажу, счастливый билет. Я даже, когда его вытаскивал, этот билет, я даже не задумывалась. Я думаю, что этот билет спустился свыше. Я очень за это благодарна. Как человек, устроившийся в Канаде, какой бы вы могли дать совет новым иммигрантам? Первое, оставаться самим собой. Что это значит? Верить в себя. Не бояться трудиться. Выходить из дому, знакомиться с людьми, общаться. Если это будет неудачный опыт, ничего страшного, это жизнь. Продолжать, так сказать, оставаться оптимистом. И любые возможности, которые тебе дают жизнь, и люди рядом с тобой использовать. То есть положительные возможности в карьерном росте, в личном росте, чем-то заниматься, общаться, слушать советы людей. Но поступать, так сказать, обдуманно. То есть любой опыт полезен. Но, так сказать, работать над собой, работать, трудиться, оставаться оптимистом, не унывать. Продолжение следует.